Субтитры сделал DimaTorzok Ну как всегда на канале Сильяна Чемоданы, с вами я, Славян, Насенька, в общем мы в полном составе, всех поздравляем детишек ваших с 1 июня, День защиты детей, мы, вторая наша цель, почему мы приехали в Сочи, это сводить их в Сочи парк Потому что мы для 5 лет посещения Сочи живя здесь, никогда не ходили, иначе они очень маленькие были, им ничего нельзя практически там, ну из аттракционов, сегодня посмотрим, что все-таки уже можно, все-таки мы решились Да, а сначала зайдем позавтракаем Мы сегодня встали в одном диком местечке, в таком так называемом, под наш новый сезон Wine Love, и вот приехали, и снова кругом мусор Мы периодически, когда приезжаем в такие места, постоянно что-то собираем, что-то увозим с собой, и постоянно вас через свои видео мотивируем не мусорить Ведь это очень сильно загрязняет нашу природу, и наше единственное теплое море, которое у нас есть в нашей стране И пользуясь случаем, я хочу вам рассказать про компанию Атека, которая на Таманском полуострове стала заниматься как раз вопросом экологии Сегодня они запустили всероссийскую акцию по очистке берегов от мусором, которая называется Вода России Наше Черное море страдает из-за того, что люди приезжают, не увозят с собой мусор, и следующие, когда приезжают, смотрят на все это Их отпугивают, хотя мест для отдыха огромное количество Но Атека и волонтеры очищают берег Черного моря и позволяют им по-настоящему наслаждаться И 3 июня компания впервые дала старт на Тамане, всероссийской акции по уборке мусора на Черноморском побережье Благодаря Атека, оператору морских терминалов, в данной акции примет участие более 60 регионов Я оставляю ссылочку на их сайт, где вы можете ознакомиться подробнее и даже стать волонтером Ведь это на самом деле очень сильно важно Особенно те, кто отдыхают дикарями, знают, что приезжая на берега, можно увидеть просто печальную картину, от которой хочется плакать Поддерживайте этот проект Если вы куда-то приезжаете, то обязательно делайте добрые дела самостоятельно А мы для себя давно решили помогать добровольно природе И поэтому прямо сейчас, в этот день, когда стартует эта акция, мы тоже этим займемся здесь, на берегу Черного моря Берем капучино Еду, вообще ценники здесь лучше, конечно, чем вермишели Гораздо выгоднее Интерьер, так все так красиво, красиво Так, ну что, делюсь с вами, смотрите, два капучино, две латрушки, четыре яйца, две геркулесовых каши Все это на 375 рублей Вот ценники, смотрите Какие виды, посмотрите, шапки-то еще даже не все растаяли Ну вот мы и приехали в нашу любимую локацию Здесь пальмы, вокзал, бесплатная парковка, прекрасный вид на горы Оттуда открывается, не отсюда Кстати, сейчас по пальмам, да, Слав? Да, по пальмам, да Гильжики-то в сосны? Ну здесь совершенно другая тема вообще Да, вообще, природа прям есть, по-начально Когда там, да, классно так это ощущать Запахи даже разные, да? Ну да, да, да Просто праздник, классный Ладно, сейчас пойдем все смотреть О, здесь строчка-то полным ходом Такой театр строят Посмотрите, какие высоченные пальмы, как в Майами Шапки, снежные абхазские хребты Это фонтанчик Как лайфхак, здесь, вот на этом вокзале Если кто с детками, например, попали в непогоду Можно зайти Куча детских площадок на втором этаже Все они бесплатные О детях позаботились Авто, как он, автодром брали, называется Здесь дрифтуют Пальмочки Как тут красивые ребятки Вон он же виднеется у нас Сочпарк Идем туда Надеюсь, сегодня все получится Ездят вот такие кары Подкатывают сразу, типа, 200 рублей с человека Дети бесплатно, давайте, говорит, до моря довезут По такой жаре Че ходить Я ему говорю, так лето для этого и нужно Чтобы по жаре ходить Зачем ездить на ваших дыр-дыр-дырках Ну, нормально Ну Чуваки, блин До моря, говорит, довезти Двигаемся дальше Там во все уже кричат Люди Здесь нет общения абсолютно никаких изменений Все как было, то же самое Вид прекрасно сохранился Да, здорово Здесь, кстати, вот можно на этих мостях смотреть Всегда гонки Всегда делюсь этими лайфхаками А мы двигаемся сюда Настя, нам сюда налево Картинги, дело, прокат Помнишь еще? Ну, хорошо Я, на самом деле, из всех вот этих аттракционов Хочу вот только вот на вот этой штуковине прокатиться В Москве катался А последний раз у меня прям даже чуть-чуть защемило Где-то что-то в груди потом Болело Знаете, сейчас спрашивают Если что, пойдешь, я говорю, конечно, пойду Посмотрим, вообще, попадем ли мы туда Вдруг они сейчас ценные и за 1 июня Заломят То, конечно, тогда мы особо-то и пойдем Кто тут у нас? Екатерина! Ёпрест Какие люди в Голливуде-то Наши новосибирские ребята А вы не подскажете, погода в Новосибирске сейчас какая? Привет! Привет! Как дела? Идите сюда к празднику У меня Лёша только там Не-не, дай сюрприз сделай, подожди Слышь, мужик, ты что сидишь там? Здорово! Ребята у нас здесь занимаются Такую палаточку Нашли себе вот новых продавцов теперь, да, пацаны? Все, теперь вы здесь будете работать, да? Да, я пошла на море Так, вот приходите сюда В палаточку Здесь вон колечки Какие-то ручная работа Вон чебураки есть даже Вот говорите, что вы от нас Кате, передавайте привет Вон сумочки красивые можете купить И увезти в свой город Запоминайте место Нам ребята сейчас вот рассказали Что оказывается, эта горка фиолетово-американская Не работает, башня свободного падения Не работает То есть самое прикольное Ну, лично для меня Не работает Очередь большая Сколько, 20 тысяч билетов распространено? Да-да-да, Катя сказала 20 тысяч билетов Везде будут очереди на аттракционы Короче, я даже не знаю, что делать, если честно Всегда отпугивает эта история Вот каждый раз мы сюда идем И каждый раз мы боимся Да-да-да Потому что, говорят, очереди огромные Деньги на ветер будут Ну да, просто цена 7 тысяч На нашу семью Пришлось бежать до машины Потому что мы там узнали у работников Что теперь начался сезон Сегодня же 1 июня Да, открытие сезона И льготных тарифов больше не будет До самой осени Но у них есть скидка для многодетных Соответственно Так стоит билет 2 800 А через этак билет Будет стоить нам 2050 рублей на каждое То есть за четверых Горка фиолетовая не работает Я сказал Потому что что-то там с запчастями И соответственно Под санкциями И все Аттракцион этот работать не будет Скорее всего Другие аттракционы ждут Такая же участь Через какое-то время Прикол Вот, сейчас Пойдем попробуем Посмотрим действительно Сколько будет стоить Сегодня куча всяких мероприятий Но единственное Что Мы припозднились Пока туда-сюда Вот, там уже Много чего и прошло Но посмотрим Я ошибся по цене Получается На четверых-то нам надо будет Получается Аж 8 500 Блинец Мы в общем Поподробнее все узнали И решили не ходить Но первая причина Потому что действительно Нужно заплатить 8 500 Там еще Это еще покушать нужно Мороженое купить Да, там еще однозначно Что-то еще Я думаю, что 10-11 Примерно будет 100% Даже, наверное, больше Мороженое там не дешевое Скорее всего Мы там не будем До самого конца Потому что Мирон Устанет однозначно Самый интерес Начинается Только после 7 вечера Там приезжает Эти тортиз не лет Там всякие фейерверки И прочее Мы точно не достигнем 100% Для меня Самые интересные горки Не работают Я же как бы Тоже за себя плачу А я вообще не катаюсь Настенька получается Вообще не катается Дайти просто погулять Сюда мы там не были Но думаю Мы еще успеем сходить Каждый год заходим И каждый раз Вот так вот думаешь Дети еще не доросли Но нужно, чтобы Им хотя бы Больше 120 сантиметров Было? Нет, там конечно Есть какие-то финалии Там какие-то представления Но у тебя У тебя в любом случае Для детей Для наших Доступно только Всего лишь 6 аттракционов Это типа лебеди по воде Кружечки по воде Которые катаются Маленькие паровозики На кого смеяться Поэтому Поэтому решили Что мы сейчас здесь Будем просто гулять И искать Классные какие-нибудь Аттракционы Так, смотрите Хочу вам показать Эту застройку Здесь строят Уже 10 раз Все перепродали Вот сейчас строится Монтера Здесь сейчас Леша Рассказал Узнавал В отделе продаж Квартира 100 квадратов Здесь видовая на море С видом на море Стоит полярда Пригиньте Это просто будет у вас бетон Без отделки Вот у них офис продаж А какие виды На самом деле Вот после Геленджика Пляжи здесь В Меридинке Настолько застроены Настолько Все Вот посмотрите Где вот обычному человеку Я не хочу лежак Ничего не хочу Хочу вот свое полотенце Постелить Где его стелить Как его стелить Людей Мало Здесь Вообще А ну вот тут Более менее Попросторней Сейчас покажу Уходим пока по пляжам Пока деткам Ищем что-нибудь Аттракциончики Интересные Во вот здесь уже Вот можно Лечь Хоть вообще Иди купайся На самом деле Жарюка Сегодня Море то пустое Людей то вообще Нету Где все люди 1 июня Где все Да уж В общем будем детям Сейчас программу делать Будем сейчас Мы купим Такие вафли Скани Вот такие Темки Я говорю Давай возьмем Вот Так Так Тема Держи Очень аккуратно Чтобы не Сломать Вот так Уронит Да Он ее сильно Так Все Держи Спустились На пляж Библиоглобус Это пляж Сочи парка Смотрите Сколько людей Зонтики Даже не раскрыты На самом деле Для июня Людей мало В том году Было гораздо Гораздо Больше Водичка Мутноватенькая Такая атмосферка Здесь Решили Ноги Помочить Вот как я говорил Мутная Медуз Так много В Меритинге Такое бывает Конечно Не лучшее место Смотрите Как пусто На пляжах Вообще Вот если Пляж Ну к какому-то Отелю Например Надлежит То там Прям такая Плотная Инфраструктура В плане Зонтиков Лежаков Набережная Тоже Так Вставатенькая Да Я ожидал Но в Геленджике Больше людей Такое чувство Что да Ну как-то странно Хотя в Геленджике Самолетная еда Да 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 Дошли мы до Самого Ну пожалуй Интересного Пляжа Рейдисон Где такой Мальдивский Песочек В этот раз Они песка Насыпали уже Не до Самого берега В том году Их размотало Здесь Но по крайней мере Насыпали Молодцы Ну и тоже Можете заметить Пустовато Часть Получается Бесплатного Песка Но есть Лежачки То Понятное Дело Что Нужно Либо платить На ресепшене Либо Нужно Просто заживать В Рейдисоне Рейдисон Здесь Вот прям Сразу За набережной Видите Вот у них Здесь Такая Зеленая Зона Коктейль Бар Типа Такой Ресторанчик Все В тени Теневой Навес Здорово Есть Сейфы Установлены Детская Площадка С аниматором Но Ну естественно Это только для Тех Кто проживает Непосредственно В отеле Вот у них Вот такой Пляж Рейдисон Коллекшн Вход Вода 19 градусов Воздух 26 Купание Написано Запрещено Не знаю Почему Вот еще Часть Рейдисона Мы здесь Обычно Сюда Тусовались Пока Жили Волейбольная Площадочка Но Никто Не Играет Мне кажется Вне сезон Столько Людей Это как Кстати Над морем Облачность Сильная Туман Лежит Видимо Испарение Да идет Потому что Жарко Ресторан Классный Высота 5642 Правда Что-то табличка У них Проржавело Даже не Подкрасили Да уж И вот здесь С торца Наша Любимая Булочная Правда Булки Там тоже Пекут Из золотой Муки Это пляж Арфа Отели В том году Тоже их Уничтожили Здесь Сразу Вот есть Возле Ресторана Нино Ресторан Грузинская Кухня Это Ноиковская Вся история Есть такой Фонтанчик Где дети Могут Так вот Искупаться И справа Большой Фонтан Это Поющий Фонтан Очень Классный Еще Огнем Стреляет Но По вечерам Вон Мальчики Ребятушки Балуются Тема Аккуратно Слушайте Честно Я вот иду И не понимаю То ли мы Какие-то Бомжи Бомжи Нищие Стали То ли Ценники Неадекватны Ну вот Подошли Узнали За дротики Покидать В шарики Четыреста Четыреста Пятьдесят Рублей Игра За маленькую Игрушку Четыреста Пятьдесят Игрушку Четыреста Пятьдесят Игрушки Типа Зависит Игра От игрушки То есть Самая маленькая Игрушка Будет стоить Четыреста Пятьдесят Вот Серьезно Я вообще Что-то Ничего Не понимаю Три Шарика Мороженого Тоже Четыреста Пятьдесят Ой Короче Вот В комментариях Напишите Че это Происходит Почему так А еще Вот пока Мы жили В Геленджике Эти два Месяца А до этого Мы жили В Сочи Целый год И вот Многие Спросили Сравнить Типа Че лучше И вот Мы вот сейчас Идем Уже Сколько Километра Полтора Прошлись По набережной И я могу Сказать Что в Геленджике Набережная Гораздо лучше Ну во первых Потому что Там очень много Природной тени Которую Создают Сосны А во вторых Ты идешь И всегда Наслаждаешься Видом на море Здесь тени нету Вот мы просто Под палящим солнцем Идем Плюс Вида На море Нету То есть Если я со своим Ростом Вот видите Хоть немножко Его наблюдаю То например Дети Или Настенька Они уже не видят Из-за вот этого Бетона Посмотрите Мы идем И за считанные секунды Вот вообще Упал куман На море И вон там Все Смотрите Хребтов Вообще не видно Продолжение набережной Тоже не видно Видимо Сейчас эту часть Тоже здесь накроет Ну что Ребятки Мы пришли Вот здесь На Таврическое Парк Ленина По-моему Называется Мы здесь тоже Неоднократно катали Детей Вот Как бы Сейчас выберем Куда сходим Ни разу Они не были У нас В доме Верхдном Сходят туда Где-то еще Попрыгают Вот здесь например Бананы уже На набережной Четыре сотки Кидать Здесь Двести пятьдесят рублей То есть Ну чувствуете Да В два раза Вот Тир Тоже и можно Вот эти вот Гонки Тоже Можно Ну по крайней мере Мы были Колесо Обозрение Качельки Шарики Вот Такой дельный Маленький парк Артем Давно Хотел Покидать Молодец Иди Выбирай Игрушку Не торопись Молодец Умница Сделали Радюшке Вторую попытку Со второй попытки Он уже Выиграл Себе тоже Большую игрушку Красавец Молодец Так Мы взяли Карточку Теперь Да Мы сходим Сынок Хорошо И пойдем С ними В этот В дом Верхдном Я не пойду Пойдет только Настенька А я с Мирончиком Буду На улице Вот Настеньке 31 год Она ни разу не была В доме Вверх В дном Смотрите как Парни Подождите нас Да Прикольно Игрушки Все Прибиты А смотрите Как глобус Слушайте Прикольно Смотрите Как мы четко Попали Детворе Дали Сегодня Мороз Очень классно Сегодня уже ели Мы не хотим Не-не Кучите-кучите Сегодня же праздник Мы не хотим С Темкой Идем Вот на вот эту карусель А потом с Родионом Пойдем на автодром Тише-тише Не страшно? Нет Это не ем Точно? Да блядь Страшно Ты че А с Родюлькой А с Родюлькой Мы идем Вот На такой Аттракцион Так Подожди Надо пристегнуться Традиционно покажу Где мы едим Как обычно В вермишее Взяли обед Вышли на 515 рублей Мальчишки Нас захотели Просто котлеты Куриные Компот Мы себе взяли Супчик Большую И маленькую порцию И хлеб Вот По ценам Смотрите Здесь кстати На Таврической Сразу За вермишелью Открылись Много всяких Интересных Магазинчиков Их Не было А вот Сразу Парк В котором Мы гуляли Жилой комплекс Зелененький В котором Мы когда-то Уже Думали Пожить Но так и не пожили В итоге Жили на урожайке Сейчас пойдем К морю К бархатным сезонам Хочу Пацанам Виртуальную реальность Найти где-нибудь Зайдем На один пляж Вот так вам покажу Его смотрите Это спортин Видите Вообще пустой Очень много Лежачков Здесь Гальку не завезли Хотя Наверное Должны были Спокойненько Очень спокойно Пойдем Дальше Здесь В принципе Все как было Так и есть Никаких новых Там Ресторанов То и нету Картины Все так же Все сохранилось Единственное Что Вот мне хочется Дойти до бархатных Сезонов И посмотреть Как там И Посмотреть Как пляж Бридж Как его там Сделали Как опасно Стекло Поставили Вот он Ресторан Про рыбу Детская площадка Большая С песком Вот здесь Вот прям Находится Раньше Здесь Было Сурф Кафе Сейчас Его нету Здесь Пляж Пошире И вот Сделали И вот Теперь Вот такую Площадку Да Вон Пацаны Побежали Играть Чуть Изменили Конечно Вот и Начинается Пляж Бридж Здесь Между Спуртыном И бриджем Нейтральная Территория Видите Ни лежачков Ничего Вот можно Со своим Так сказать Лежачком Приходить И Загорать А еще Хотел рассказать Что Когда мы Выбирали Переехать В Сочи Да Я его видел Переезжать В Сочи Мы Короче Забронировали Себе Вот здесь Вот прям Квартиру Представляете Вот тут Вот Вот тут Вот на первой Линии Мы бы Вот так Вот представляете Вот так Выходили бы И сразу На пляж Ну какая Красота А я Здесь гулял Когда Я такой Говорил Блин Почему же Убрали Скульптуры Дельфинов А их Видимо Убрали Просто На реконструкцию Посмотрите Какие Чистенькие Свеженькие Красивые А для тех Кто не знает Почему здесь Известная Скульптура Дельфинов Это Когда море Спокойное Здесь Всегда Можно увидеть Дельфинов Вблизи Берега Вот Начало Бархатных Сезонов Посмотрите Здесь Катамараны Гидрочип Оставили Огромные Катамараны Пирсик Люди Отдыхают Там уже Бридж А вот Здесь Бархатные Сезоны Шикарнейший Пляж Его очень Классно Оборудуют Посмотрим Сейчас Хочу Дойти До самого Конца Вместе Своими Ну и Здесь Чуть дальше Начинается Классная Часть Набережной Сейчас Тоже Покажу Какие Красивые Виды На Нагорные Нагорные Вершины Здесь Вовсю Функционирует Фонтан Дружба Народов Раньше Сразу За ним Вот В этой Стороне Стояли Всякие Палатки Наверное Кто отдыхал Помните Сейчас Все Убрали Там Закатали Асфальт Что Там Будет Неизвестно Я пока Не знаю Это Сами Бархатные Сезоны Там Екатериньские Кварталы И прочее Они там Делятся Вот Вход На Пляж Но Вот Немножко Еще Не совсем Все Видно Потому Что Бетон Кстати Монтирует Монтирует Ребята Питьевую Воду Что Очень Тоже Важно Питьевая Вода Вообще Сколько Мы Здесь Жили Была Только На Пляже Роза Хутор Тоже Бесплатно Подошел Попил И Дальше Пошел И Вот Отсюда Вы Посмотрите За Моей Спиной Заканчивается Этот Ужасный Бетон И Вот Именно В этой Части Ты По Настоящему Идешь И Наслаждаешься Вот Этими Вот Видами Наконец Здесь Убрали Эти Палатки Которые Тоже Закрывали Этот Вид Гляньте Какая Красотища Лежачки Тут Уже Заканчивается Пляж Бархатные Сезоны И Там Уже Получается Пляж Ну Такой Не Оборудованы Не знаю Кому Он Относится Чему Он Относится Но Лично Мы Купаемся Либо Дальше На Самом Последнем Пляже Труднодоступном Крыле Балтики Либо Вот Здесь Вот Так Вот Вот Такая Вот Обстановочка Сейчас 1 Июня На Пляже Время Обед Ну Конечно Вы Наверное Скажете Ты Че Приехал В Сочи И Не Скупнешься Что Но Я Думаю Сейчас Зайти Здесь Пляж Как Правило Почище Но Если Будет Медуз Не Люблю Я Купаться В Стаях Мальчишки Уже Здесь Тоже Будете Темно Только Смотри Там Сразу Глубоко Начинается А Медуза Есть Причем Все Такие Духлые Да Да Зак Духлые Мальчишки В Мальчишки Мальчишки Слышь Мальчишки Мальчишки Зак Духлоп Стоп И Слышь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я не знаю, мне кажется, она, да, наверное, 19, да, может быть, может быть, 20. Хрен его знает. Ну, купаться нормально, то есть можно вот на такой жаре прям зайти, освежиться, самое то. А пока мы купались, кое-кто к нам пришел. Эту мадемуазель, вы знаете, по многочисленным роликам. Это Настяна подруга из четы. Так, ты по-прежнему ищешь мужа? Здорово. Конечно, по-прежнему. Пока Настенка ведется со своей подружкой, мы решили с пацанами взять самокат и будем двигаться в Олимпийский парк. Все, доехали, припарковали самокат. Че, парни, понравилось? Все, бегите, играйте на площадку. Самокаты, кстати, тоже подорожали, потому что, не знаю почему, в общем, 50 рублей сейчас аренда, 30, 35 рублей, по-моему, страховка и 7 рублей в следующая минута. Я давно не чувствовал такую радость, приходя домой. На самом деле, очень сильно жарко. Мы вообще, посмотрите, как сильно сгорели все. Просто жесть. И вот про что я говорил в выпуске, что здесь... Мы в Геленджике так не сгорали, гуляя, потому что там очень много тени здесь. Нет, мы прямо отвыкли от этого. Пишите комментарии, пишите, как вам в Сочи. Кто на нас давно подписан и смотрит, пишите в комментариях, как вам, например, в Сочи Меретинка, да, либо Геленджик. Где вот вам больше нравится гулять? Если там сами не гуляли, через экраны. Тоже напишите свое мнение, интересно очень будет почитать. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами уже завтра. А может быть не завтра, посмотрим, как будет интернет, где работать. В общем, в новом ролике нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Полезные ссылки я оставил в описании. Пока!